Войска 2-го Белорусского фронта Войска 2-го Белорусского фронта Войска 3-я ударная армия 2-я гвардейская танковая армия перерезали берлинскую окружную автостраду и ворвались на северную окраину Берлина. Одновременно 5-я ударная армия достигла северо-восточной окраины города. 22 апреля плацдарм на западном берегу Вест-Одера достиг 24 км по фронту и более 3 км в глубину. 61-я, 1-я армия войска польского и 7-й гвардейский кавалерийский корпус 1-го Белорусского фронта продвинулись на запад до 20-30 км, прочно обеспечивая северо войска, штурмовавшие Берлин. Северные Вены войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 населенных пунктов. 23 апреля войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одра, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укрепленную глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывшую Берлин с востока, продвинулись вперед от 60 до 100 км. Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную оборону немцев на реке Нейсе, продвинувшись вперед на расстоянии от 80 до 160 км. 24 апреля войска 1-го Украинского фронта с боями заняли в южной части Берлина городские районы Мариандорф, Ланквитц, Оздорф, Штансдорф и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта, форсировавшими реку Дамы юго-восточнее Берлина. На Дрезденском направлении войска фронта владели городом Гроссенхайн. До победы оставалось 15 дней.